Новые подробности пресловутой мусорной темы. Владелец концессии открыто признал, что и до переуступки, и после концессия принадлежала одному и тому же физическому лицу, то есть ему. Хотя ранее это отрицалось. Фокус в том, что после переуступки остался многомиллионный невыплаченный городу долг. За собой этот долг перед бельцами Дмитрий Руснак не признавал, что и послужило причиной конфликта между ним и Рената Усатым. Обратимся к истории вопроса. 27 сентября 2012 года власти бельц отдали в концессию услуги по уборке и вывозу мусора компаниям TerraClinning Nord и Terra Solubritati. А в 2014 году эти фирмы переуступили услуги другим двум – Global Press Service и Solubriti Solutions. Долг, оставшийся после переуступки, стал позднее – в 2015 году предметом спора между новыми городскими властями и концессионерами. Тогдашний вице-примар Леонид Бабий говорил, что предприниматель Дмитрий Руснак должен городу 6 миллионов леев. Однако сам Руснак утверждал, что он ничего не должен, а должны те старые фирмы. Рената Усатый, принимавший участие в этом памятном разговоре, взорвался. Мы 15 миллионов получили, но на сегодняшний день вы должны, нам еще 5. Нет, мы вам должны всего 2,5 миллиона. Вы должны 5. Нет, но вы нам должны, ни разу не выплатили ни рояльти, и 6 миллионов еще, и 6 миллионов с половиной. Кто вам получил 6 миллионов? Вы? Я? Да, фирма. Это компания? Нет, вы не правы. Нет. Не надо обманывать и манипулировать. Хорошо. Слушай, вы меня просто выведите. Я в один день просто разобью вам голову. Хватит столько, слушай, ты на ком, на их поту ходишь заработать. Нет. Такие великие бизнесмены. Нет. Я вас просто закатаю в асфальте одного и второго. Бизнесмены мне. Идите, жалуйтесь, куда хотите. Шайка ублюдков, сидите, грабите город. И сидите, вырискайте. Да мне все равно, что ты говоришь. Потому что ты мошенник, и я отвечаю за то, что законченный мошенник. Прошло почти 3 года, и Дмитрий Руснак признал, что за всеми концессиями стоял именно он. Я пришел в город в 2012 году, заявил бизнесмен в четверг в эфире одного из телеканалов. Тем самым дав понять, что концессия была переуступлена от одного юридического лица к другому. Но владелец остался прежний. Про долг, впрочем, и словом не обмолвился. Вместо этого предприниматель назвал представителей руководства города бандитами. В таком любопытном контексте это прозвучало по меньшей мере странно. Давайте просто вдумаемся в очень простую вещь. В 2012 году пришел плохой мальчик, то есть я, мошенник, как они говорят, и вложил в город 100 миллионов. Ни разу не выплатили ни рояльти, и 6 миллионов, и 6 миллионов с половиной. Кто вам должен 6 миллионов? Кто? Я? Да, фирма. Это компания? Нет, вы не правы. Нет. Не надо обманывать и манипулировать. В 2012 году пришел плохой мальчик, то есть я, мошенник, как они говорят. Кто вам должен 6 миллионов? Кто? Я? Да, фирма. Это компания? Нет, вы не правы. В 2012 году пришел плохой мальчик, то есть я. Кто? Я? 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 Кстати, в те времена, когда концессионная история только начиналась, Бельская газета СП писала, что, по информации из государственного регистра администратором Терра Клининг Норд, является некая Дойна Кузар, а Терра Сулубритати Николай Галушка. Однако для решения каких-либо серьезных вопросов, таких, например, как повышение тарифов, в Бельце, начиная с 2013 года, наведывался именно Дмитрий Руснак в роли учредителя. Он же давал интервью местным СМИ.